Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 1 июня, наконец-то наступило лето. Сегодня, как я в субботу говорила, у меня будет первая подкормка. У всех томатов разная, здесь одна, там другая. Для тех, кто не слышал позавчера мой видеоролик, я сейчас вкратце расскажу и покажу, что я разделила весь свой участок на 4 зоны. Там, где подкормка действительно нужна, которые желтые, слабые, с маленькой зеленой массой, там, где подкормка в принципе не нужна, и средние. Вот смотрите, вот эти я решила никакой основной подкормки не делать, потому что осенью было все внесено, что нужно. Здесь я запланировала только борное опрыскивание, потому что томаты вошли в активную фазу цветения. Но у нас сегодня прогнозируют пасмурную погоду с дождиками, поэтому, скорее всего, сегодняшняя вот эта обработка по листу, она откладывается, потому что, вы понимаете, это будет мартышкин труд. Я хотела сейчас утром вот прямо пораньше опрыскать, если пойдет через час, через полтора дождь, все это смоет. Значит, этот пока у нас участок, который хорошо себя чувствует, у которого много зеленой массы, которому не нужна помощь, на которого смотришь и любуешься, на которые томаты, эта подкормка сегодня, обработка откладывается, ввиду того, что у нас возможен дождь. Второй участок я вот показывала, где зеленая масса маленькая, листьев мало, я хотела здесь комплексом подкормить их, комплексным удобрением, азот, фосфор и калий, потому что здесь удобрения не были внесены. И удобрения в два вида я все-таки смогла купить, какие мне нужно. Один с повышенным содержанием азота, вот для тех дохленьких, и один с одинаковым процентным содержанием азот, фосфор и калий. Это вот для таких. Вот два участка сегодня, возможно, мы подкормим. Я попросила, чтобы Катя пришла, потому что, вы понимаете, в каждую лунку таскать ведра. Вот поэтому я делаю очень мало подкормок, потому что физически они трудоемкие. У меня нет никакого такого, какого-то уникального аппарата, чтобы он раз и всем томатам раздал подкормку. В теплицах, где был грунт удобрен, и где у них все прекрасно, и растут они, и зеленая масса, и все. Здесь я проведу только бурное опрыскивание, потому что я уже объясняла вам, что у нас стояла очень долго продолжительная жара. Для опыления, для завязываемости плодов это очень плохо. Нужно немножко им помочь. Возможно, обработка бурной кислоты в процентном содержании повысит завязываемость плодов. И вот это тот район, где я говорила, что без слез не глянешь. Для них я тоже купила удобрения с повышенным содержанием азота. Для того, чтобы они успели нарастить зеленую массу, догнали других. Все, я сейчас не буду терять им время. Мне нужно идти опрыскивать, пока не вышло солнце конкретно, чтобы жара пока не установилась. О каждой обработке, о каждой подкормке будет снят отдельный видеоролик, потому что это совсем разные обработки и подкормки для разных жизненных ситуаций томатов. Вот у кого-то жизнь удалась, кому-то ничего не нужно, у кого-то более-менее 50 на 50, а кому-то нужна, вот как этим, срочная помощь. Все, все это будет разделено на разные куски. И каждый из вас увидит, какая ситуация более подходит к вам. Сегодня очень удивилась, когда прочитала утром комментарии, что да, все красиво, но столько обработок, там же одна химия. Мне же стало смешно, я написала вы о чем. Ни одной обработки еще не было нынче. И все, кто смотрит меня постоянно, они знают. Я только говорю, я рассказывала о графике подкормок, как нужно подкармливать, чем нужно подкармливать. Но это я говорю для других, как бы просвещая, что есть вот такие подкормки, есть такие. Я-то не делала еще ничего. Я каждый раз об этом говорю, что я пока все не высажу. Я не делаю ни одной подкормки. Вот Надюша уже готовит место для подкормок. Сегодня котенок, кто уедет, будем горевать с ней. Ну и вот, я пока все не высажу, пока все не подвяжу. И вот меня одна женщина все ежедневно просит. Вы делайте обзоры по сортам. Каждый сорт, вот прям отдельно. Сколько кистей завязал, сколько что. Люди некоторые, наверное, просто не понимают. Я ей говорю, что я сначала должна растениям хорошо сделать, потом уже заниматься видеосъемками. Видеосъемки это на последнем месте. Как я буду ходить целый день, снимать по сортам, что-то там рассказывать. Вот эти. А у меня еще томаты не подвязаны, даже к колышкам не привязаны. И вот там только, в уральской теплице, только-только я их зацепила. Пока у меня работа есть, направленная на улучшение жизни растений, ни о каких съемках по сортам не может быть. Я, как я всегда говорю, съемки – это в свободное время. На самом последнем месте. На первом месте сначала высадка, потом их благоустройство, то есть и подвязка к колышкам там, потом идет посынкование, все вот это вот, полный комплекс услуг. И только потом, если будет свободное время, я буду каждый сорт подходить и отдельно описывать. Кому нужно посмотреть, смотрите прошлогоднее видео. Там все сорта в фазе зрелости, все описаны. И ботяня, и розовый мед, и монгольский карлик, и юбилейный тарасенко, и штраух. Я не пойму, в чем проблема. Если есть уже видеообзоры, зачем просить еще раз описывать, когда есть уже много-много описанных сортов томатов именно в этом огороде, именно у меня. Еще я отвечу на два вопроса про огуречную арку. Вот только что сейчас прочитала. Одна зрительница пишет, а почему у меня они не вьются? Так у меня они тоже сами, куда мне надо, не вьются. Я их, я объяснила, я их так же, например, вот смотрите, я их так же, как томаты, кручу, если мне надо сюда. Здесь им тесновато. Здесь обкручиваю вокруг опоры, и если он падает, еще вот такой веревочкой, ну как, фиксирую, тогда он уже точно пойдет опять вверх. Если повезет, то он зацепится усиком, усиком зацепится, и поползет. Если не повезет, и он отвалится, вот подожди, сейчас выйду отсюда, то я опять подойду, потом его направлю вот так вот, и могу даже прицепить. Видите, вот у меня вчера привязывала веревочки, чтобы он шел туда, куда надо. А потом он прицепляется усиком, очень часто. И про бочки. Кто-то сказал, жаль, что не показали с самой земли, но один был комментарий, а другой комментарий, какой сорт и какой объем бочки. Вот смотрите, у меня одна бочка вот такая стоит, большая, но это просто потому, что я ее использую для сбора мусора, кухонных отходов. А вторая бочка стоит, была такая же большая, но этот объем не нужен такой большой, я мужу попросила, он мне такую большую бочку разрезал на две части. Видите, бочка половинка. Вот она, обрезанная бочка половинка. И этого объема тоже достаточно для этих же пяти огурцов. Вот у меня пять здесь растут, пять там. Объем может быть, один раз росло и вот в таком бочке, нынче еще он не занят. Вот видите, простой бочок, не знаю, скольки он, ну, пятиведерный, наверное, а может быть, трехведерный, я даже не знаю. один раз росло в корпусе от стиральной машины сломанной. Вы можете подобрать любую ненужную вещь или бак вот прохудившийся, как у меня вот в этом случае, или какую-то, ну, я даже не знаю, что. Бывают всякие, ну, всякое бывает, посуда я не могу сейчас. Можно просто сделать деревянный ящик-короб повыше, как у меня сделано вот в том случае, справа где. Сорт идет любой, потому что они огурцы все длинные, нет огурцов-коротышек, но есть просто более плетистые, ну, как в высоту сильно рослые, ну, полтора-два метра вырастают все. Все, до свидания. Желаю вам всем хороших, ну, как успехов в начинании, чтобы у вас получалось все, что вы задумаете. Вот я нынче задумала черри в мешках вырастить, я тоже боялась, думаю, вдруг вы там тень неплохо, а сейчас посмотрела, какой результат. Думаю, что ж я раньше-то это место под окном использовала, оно же все равно пустое, всю жизнь было. О, Надюша, Надюша слушает, смотрите. И, короче, в этом году я напихала везде, потом вам посмотрю, и во всех, в старых кастрюльках высадила, и в ведрах, и во всем. Везде у меня для эксперимента, мне же надо много новых сортов посмотреть, места нет, и вот все места, где у меня, например, асфальт или там вообще нет земли, будут стоять вот эти плошки. Все, до свидания.